Еще раз на ворота! Солянка! Солянка! Нешуточные страсти разгорелись возле ворот солянки. В команде смешали спортсменов разных возрастов и полов. На воротах 9-летняя Даша задесенец. Выйти на поле с мальчишками девочка не побоялась. Тем более рядом папа. Отговаривать дочь от игры отец не стал. Ребенок должен познать все виды спорта, найти себя в чем-то. Хотела она и на бокс пойти, но мы отговорили, так как была записана она в школу моделей. Но с разбитым носом модели не очень красиво выглядят. Так что мы отговорили. Обошлось без разбитого носа, но 4 гола Даша все же пропустила. Убиваться не стала, к вопросу спорта вообще относятся философски. Сейчас в детстве надо немножко поиграть в футбол. Уже когда взрослым станешь, потом уже как получится. Школьники! Школьники! Со счетом 0-4 Солянка уступила школьникам. В этой команде спортсмены явно опытней. Алексей и Никита Поляковы – семейный спортивный подряд. Третий год Никита тренируется в сборной «Луч энергия», но основные приемы любит отрабатывать с отцом. Как он мне пасы верховые дает, а я головой забиваю. Там через себя еще что-нибудь. Как надо правильно ударить, как обводить. Откуда страсть к футболу у мальчика, догадаться несложно. Папа – бывший спартаковец, а вот форма своя, заслуженная. Ну, сын как бы заслужил форму, выдали в команде, она у него не одна, много. Ну, а у меня, моя старенькая, еще осталась, а давно занимаемся. Мы в частном соревновании ездили, по Дальнему Востоку выступали, занимали тоже призовые места. Третий кубок отцов собрал рекордное количество участников – более 90 человек. Игру пришлось развернуть сразу на двух полях. Расходились спортсмены уже в сумерках. Оксана Курбатова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».